В этом уроке рассмотрим с вами jQuery методы для фильтрации элементов, которые были отобраны нами ранее в результате применения каких бы то ни было селекторов или фильтров. Рассмотрим мы с вами шесть методов. Первый на очереди метод is, который принимает параметр expression. Данный метод вернет булевое значение true или false. Если хотя бы один элемент из набора, к которому он применен, удовлетворяет выражению expression. Это самое выражение, это опять же какой бы то ни было фильтр, селектор или их комбинация. Следующий метод, метод not. Опять же принимает текстовую строчку expression в качестве параметра и вернет те элементы из отобранных, которые не подходят под селектор. Вот этот, который мы передали как параметр. Следующий из методов, метод ec, вернет обладающий индекс соответствующим индексом элемент. Причем индексом, обращаю ваше внимание, в объекте jQuery. Следующий метод, метод slice, достаточно полезная такая штуковина. Он отрезает от нашего набора все элементы, индексы которых, опять же индексы в объекте jQuery, выходят за указанный интервал. Грубо говоря, если у нас 10 параграфов, но нам не нужно работать с теми, которые, индексы которых там меньше 3 и больше 7, то мы указываем 3,7 как вот эти вот входные параметры нашего метода и работаем с нужными нам элементами. И следующий метод, метод filter, рассмотрим две его реализации. Первая, опять же, принимает текстовую строчку expression и возвращает элементы из отобранных ранее, которые подходят под данное выражение. Вот, и вторая его реализация, она вернет те элементы, опять же, из отобранных ранее, для которых вот эта вот функция function, имя ее передается как параметр, или мы можем создать внутри анонимную функцию, которая для соответствующего элемента вернет true. Сейчас мы рассмотрим прототип этой функции. Вот как она выглядит, да? В качестве параметра она может принимать индекс, опять же, элемента в объекте jQuery. Указатель this внутри этой функции – это соответствующий DOM элемент, ну и возвращает она булевое значение. Не пугайтесь, если что-нибудь непонятно, сейчас мы с вами на примерах все это рассмотрим. Открываем документик filtering start и приступим с вами к применению фильтров. Обращаю ваше внимание, что здесь я добавил еще два параграфа. Так, начнем мы с вами с метода is. По результатам его выполнения будем выводить сообщение, да? То бишь, в зависимости от того, что он вернул. Так, и для начала напишем конструкцию, собственно, вот с этим вот, с применением этого метода, да? Отберем сейчас с вами все дочерние элементы тега body. Теперь применим к этому набору элементов метод is и передадим в него строчку span. В зависимости от того, true или false, да, то бишь истину или ложь, вернет данный метод, будем выводить соответствующие сообщения. Если он возвращает true, то мы с вами выводим сообщение, да, что есть такой элемент. There is a such element. Все, на этом остановимся, да? Вот, из я большими буквами напишу, да, чтобы акцентировать ваше внимание на том, что данный элемент есть. Если же метод is вернет false, да, то мы напишем, что такого элемента, выведем на экран сообщение о том, что такого элемента нет. Так, еще раз пройдемся по всей вот этой нашей с вами строчке кода. Эта конструкция отберет все дочерние элементы тега body. К этому набору будет применен метод is с параметром span. То есть, в переводе на русский язык мы спросим, да, есть ли среди дочерних элементов тега body элемент span. Если есть, то выведем сообщение. Да, такой элемент есть. Если нет, то выведем сообщение. Такого элемента нет. Сохраняем наш с вами документ и идем в браузер смотреть, что получилось. Обновляем страничку. Такого элемента на страничке не обнаружено. Если же мы изменим здесь вот этот переданный параметр span на div, например, сохраним документ, пойдем в браузер, проверим, то, да, такой элемент есть. Вот этот наш с вами блок div, который является дочерним для элемента body. Вот так. Эту строчку комментируем. И теперь давайте поработаем, например, с методом slice. Работать мы с вами будем с методом slice на наших с вами параграфах. Итак, сначала отберем все параметры, прошу прощения, все параграфы в нашем документе. Опять же, выделим их графически с помощью жирной рамки. Для этого, опять же, атрибут border установим значениями 3 пикселя в толщину, solid и цветом черным. Вот, идем в браузер смотреть, все ли правильно мы сделали. Да, все наши параграфы выделились в нужные нам рамки. Идем обратно в Dreamweaver. И теперь к нашему набору будем применять метод slice. Итак, опять же, индексация элементов в объекте jQuery начинается с нуля. Всего у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5 параграфов. Индексы у них написаны, собственно, в самом тексте параграфов. Так, давайте с вами отберем параграфы с 1 по 3. Для этого что мы сделаем? Для этого укажем индексы 1, 4. Почему 4? Потому что это как бы конец вот этого куска, который мы отрежем. Но этот самый четвертый элемент не войдет в тот набор, который вернет метод slice. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что получилось. Все правильно. Элементы с 1 по 3 обвелись в рамки. Возвращаемся в Dreamweaver. Метод slice вообще принимает второй параметр необязательно. Если мы его не указываем, то подразумевается, что мы хотим выделить все элементы до конца. Начало, с которого мы будем выделять, указываем. А конечной границей будет считаться граница массива этого самого с элементами. Сохраняем документ, идем в браузер, проверим данное утверждение. Как я и говорил, начиная с первого элемента и до самого конца. Все элементы у нас выделились. Также метод slice может принимать отрицательные параметры. Если вы хотите, в общем, не знаете, каким индексом сначала обладает ваш элемент, но зато знаете, каким индексом он обладает с конца, то можете указать опять же отрицательные параметры. Например, давайте сейчас с помощью отрицательных параметров выделим параграфы третий и четвертый. А для этого укажем всего лишь один параметр минус два. Почему минус два? Потому что с конца, если то, здесь уже идет индексация от одного, то есть один, два. Указываем минус два, сохраняем документ, идем смотреть, что у нас получилось. Третий и четвертый параграфы выделились. Идем снова в Dreambeaver. Теперь давайте выделим вот этот вот параграф с индексом один и с индексом два. Для этого что сделаем? Считаем раз, два, три, четыре. Указываем первый параметр минус четыре. Не забываем, что второй параметр это граница, которая не войдет в массив. Следовательно, так как нам нужен вот этот параграф, указываем индекс вот этого. Раз, два. Минус два. Сохраняем документ. Идем в браузер, обновляем страницу. Получаем результат, который мы с вами хотели увидеть. Здесь мы с вами закончим первую половину практического занятия по данной теме. Так как урок получается достаточно длинный. И это не очень хорошо отразится на усвоении вами получаемого материала. Так что увидимся во второй части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!